Погорельцы из поселка Токи Ванинского района получат квартиры, но не смогут оформить их в собственность. Об этом заявил губернатор на встрече с местными жителями. В мае этого года в поселке сгорел деревянный барак. На улице оказались 48 человек. Краевые власти выделили деньги на покупку квартир. Однако появилась недостоверная информация, что это будет лишь временное жилье. С подробностями Дарья Небора. Двухэтажный деревянный дом по улице Зеленой загорелся в ночь на 26 мая. Во время пожара никто не пострадал, барак выгорел дотла. Сейчас 48 погорельцев, в том числе 12 детей, живут на дачах или у родственников. До 1 сентября всем им должны предоставить квартиры. А почему вы говорите, что вы нас обеспечите жильем? Ну получается, жильем-то нас фактически обеспечат только на 3 года. А вам кто глупость такую сказал, что на 3 года? На покупку 20 квартир для погорельцев краевые власти выделили 38 миллионов рублей. 10 семей уже выбрали подходящее жилье и оформляют документы. Правда, получить его в собственность люди не смогут. Квартиры служебные, и это породило слухи. По словам жителей поселка Токи, им сообщили, что жилье выделяют на 3 года и прописка будет временной. У меня бабушке 81 год, да? Вот сегодня-завтра она там, ну, не дай бог. И что, квартира опять отойдет от администрации, а наследство? Нет, дайте мне хоть одну правовую причину, по которой я смогу дать в собственность квартиру новую. Жилье на всю жизнь, но без права продажи. Потому что это федеральный закон. Ванинский район участвует в госпрограмме по расселению ветхого жилья. Только в поселке Токи таких домов 18. Три барака признаны аварийными, их будут расселять в первую очередь. То есть мы будем строить с 2020 года, начнем строительство. Еще, даже если вы сейчас в программе находитесь в 2023 году или в 2024, мы по поручению программу сдвигаем и реализуем ее с 2022 годом, это крайний год. Новое жилье в поселке Токи не строилось 40 лет. Дарья Небора, телеканал «Губерния».